Здравствуйте! Вот в те давние годы, когда та цивилизация, к чьей культурной традиции мы принадлежим, я имею в виду античную цивилизацию, вот в те времена, когда эта античная цивилизация была совсем молода, мир, который был доступен ее мысленному взору, был очень маленький. Собственно, Средиземноморье. И вот в ту пору греки разделили весь мир на часть света. Весь цвет разделили на часть света. Европу, Африку и Азию. Ну вот смотрите, как на севере Средиземного моря Европа, на юге через Средиземное море, отделенное Геблартарским, как мы сейчас говорим, проливом, режет Африка. Африка тоненьким перешейком все-таки соединена с Азией, да, это называется Суэцкий перешейк. А вот Азия совершенно отчетливо от Европы отделяется Черноморским проливами. Босфор и Дарданелла, знаете, да? Ну вот они. Вот. Ну а дальше больше греки, наконец, вступили в Черное море. И видят левый берег, это Европа, а правый берег туда, вот это Азия. Кавказ, Колхида, это Азия. Добрались они до Керченского пролива, как мы сейчас называем. Левый берег, то есть Крым, это Европа. Правый берег, Таманский полуостров, это Азия. Входят дальше. Пасовское море. Неизведанное, относительно мелководное, загадочное море. Прошли его насквозь. И тут берега тоже не сомкнулись. Дальше идет река. Греки назвали эту речку Танаис или Танаис, не знаю, куда они ставили правильное ударение. А мы ее называем река Дон. Дальше далеко они забираться не стали. Но вот она граница, отчетливо видимая, между Европой и Азией продолжает. Ну, нужно сказать, что мы-то вроде как в этих местах живем. И реку Дон-то хорошо, в общем-то, знаем. Среднего Дона излучено, как известно, не иностранным ученым излучено, а кем-то из наших. А Дон-то ведь до Ледовитого океана не доходит. Где же провести границу? Ну, вопрос был для Петра Первого, например, он, очень конкретно был этот вопрос. Как провести эту границу? Потому что Петр Первый не хотел быть властелином азиатской державы, хотел быть европейской державой властелином. И он решил провести границу по Уралу. Реке тогда называлось Яек, теперь тоже Урал называется. И вот тут где-то вот между Таманским полуостровом и Кавказом где-нибудь вот тут провести черту. Например, Кума-Манческая впадина. Вообще, вариантов проведения вот границы вот здесь между Черным и Азовским морями, прочертить черту, их было очень много. Но на самом деле, вот, в общем-то, это достаточно условная граница. Она просто разрезает степь и все. Никакого вот такого вот раздела нет. Есть еще одна замечательная граница. Река Енисей. Да, Великая река, на ней одна из самых мощных плотин в мире построена, гидроэкросстанция, простите, Красноярская ГЭС, на 10-рублевых купюрах она изображена. Ну так вот, вот тут интересно вот чем. Енисей, он большинство своих притоков имеет какие? Правые притоки. Крупные все реки, впадающие в Енисей, впадают в него с востока. И причем вот то, что левее Енисей, то есть западнее, это, скажем так, называется западная Сибирь, болотистая такая местность. То, что правее, восточнее, восточная Сибирь. Такая возвышенная, там золото моют в горах. Вот такая вот Сибирь, замечательная Сибирь. И дальше обратите внимание, вот этот вот раздел, ну фактически вот удивительный случай, река играет почти что роль водораздела, представляете? Да? Водораздел обычно гора, это вот. И вот этот вот раздел по Енисею от самого Ледовитого океана идет туда до Алтая. И, в принципе, его можно продолжить вплоть до Индогангской низменности. Там, где речки текут Инд и Ганг, которые Индостанский субконтинент отделяет от Азии. Получается, что вот эта линия как раз наиболее так вот объективно разделяет Евразию на две части. И смотрите как, все, что восточнее этой линии, это восточные культуры, да? Китай, Корея. То, что, так сказать, западнее, это уже мусульмане и христиане, да? Последователи, скажем так, авраамических религий. А южнее вот этой вот Индоганской впадины, низменности, Индия, специфическая очень страна. Спасибо вам большое за внимание. Всех вам благ. Удачи.